В Новый год без домашнего задания министр просвещения просит не задавать уроки на каникулы. Ольга Васильева озабочена вопросом загруженности детей и семьи в целом. Родители жалуются, что заканчивают делать уроки вместе с детьми ночью. Министр считает, что учащиеся просто не понимают, как знания можно применить в жизни. И в школах давно пора менять стандарты обучения. Необходимо больше вводить в практики. Если говорить, допустим, о литературе, мы внесли туда обязательное умение дискуссии о прочитанном, чего не было, допустим, в действующих варианте стандартов аргументации, умение формулировать сообщения на заданную литературную тему. Биология, значит, мы, естественно, возвращаем несложные опыты, которые должны быть. Изменения уже одобрил Совет по федеральным государственным образовательным стандартам еще в ноябре. Доработки вступят в силу через полтора года. В сентябре в 2021 году. Часто это вопрос тайм-менеджмента. То есть, когда дети не умеют планировать свое время, и, соответственно, параллельно с домашним заданием они сидят в социальных сетях, они слушают музыку, тут же у них включен телевизор, внимание отвлекается, ребенок перегружен информацией. Я живу далеко, но иногда я успеваю, иногда нет. Приезжаю поздно, где-то часов 8-7. И как-то немного делаю, а утром доделываю. А потом у меня в следу пятницу дополнительные занятия, еще больше загруженности. Ну, это я свое время учил в советской школе. Сейчас смотрю их задания, конечно, я не могу же, не понимаю же. Кажется, они перегружены, кажется. Если в учреждении образовательном правильно поставлено расписание, распределены правильно, например, уроки, и ребенку на следующий день нужно приготовить, например, меньшее количество, то есть, например, сочетается русский язык физкультуры, например, математика и музыка, к примеру, да, то есть, есть такие предметы, которым готовиться не нужно. Все зависит от правильного планирования расписания. И так нормально, все нормально. Это количество домашнего задания, оно, точнее, небольшое и не маленькое для третьего класса. И, ну, когда мы будем более в старших классах, нам, у нас будут больше тем, и нам нужно учиться лучше, тогда уже можно чуть-чуть увеличать. Может быть, все-таки нужно сократить количество домашних заданий? Ну, мне кажется, нет, потому что тогда дети расслабятся и будут как-то менее умными. Домашнее задание – это всегда должно только как закрепление быть, да, и его, наверное, нужно давать минимально, потому что дети должны закрепить пройденный материал и, наверное, все-таки отдохнуть.